Чувашскому национальному музею исполняется 97 лет, и у жителей Чуваша есть возможность делать ему подарок к дню рождения. В экспозицию принимают личные вещи. Теперь почти раритет, но еще совсем недавно предмет первой необходимости. Механические будильники, под звон которых вся страна просыпалась на работу и в школу, большинство, наверное, недолюбливали. Ну а знаменитый фотограф из Чувашии Владимир Краснов, наоборот, их даже коллекционировал. В этом году его племянница передала лучшие образцы советской часовой индустрии Национальному музею. Вроде бы это не так давно было, но уже, видите, ушло в историю, уже стала такой историей. Несуществующая эпоха, несуществующая страна. Среди подарков этого года, к примеру, рукописи детских рассказов чувашского писателя Аркадия Исхеля. Он писал их пером и чернилами. А вот газеты, изданные еще при царе. Это 11-й год, 1911 год. То есть этим газетам уже более века. Нам их дарит Анатолий Ильич Кипич. Здесь, что интересно, какие-то уникальные советы. Здесь есть даже советы, что делать, если выпадают волосы. Ну, судя по названию статьи. Предназначение следующего экспоната мое поколение, скорее всего, знает. А вот названия уже нет. Итак, радиола 1967 года выпуска. Что редко работающие. Акцию «Подарк музею» здесь традиционно устраивают в канун дня рождения. Впрочем, вещи принимают весь год. Своего выхода на витрины музея они ждут в хранилищах. Вот здесь вы можете посмотреть домино, тоже середина, а может даже первая половина 20-го века. Посмотрите, какие интересные. А самодельные, то есть это не фабричное производство. Также вот есть предметы. Это зубной порошок. Вот начало, как раз до Великой Отечественной войны, 40-х, 30-х годов. Такая картинка нарисована на зубном порошке. Да. Если у вас есть уникальные вещи, которые, возможно, незаслуженно пылятся на антресолях, теперь вы знаете, что с ними делать. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Атнер Корсаков, Республика.